В информационной студии телеканал Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненинском округе будут открыты игровые комнаты. Маленькие посетители будут принимать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Решение было принято в ходе оперативного штаба при главе региона. Просторные кабинеты, спортивные залы, помещения для проведения активного досуга. Ученики учителя третьей школы в микрорайоне авиаторов продолжают осваиваться в новом здании. Все ли по нраву? В теплицах овощи, на грядках зелени, а в клумбах разнообразные цветы. В микрорайоне Сахалин подвели итоги конкурса «Золотая осень». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненинском округе будут открыты игровые комнаты. Такое решение было принято в ходе оперативного штаба при губернаторе Ненинского округа. Предполагается, что игровые с 25 сентября начнут принимать маленьких посетителей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Это входной фильтр с измерением температуры, регулярная дезинфекция поверхности и проветривание. Действительно обратились с просьбой, если позволит эпидемиологическая ситуация, дать возможность работать таким центром. В этом есть, безусловно, своя логика. И поясню, какая. Мы дали возможность работать, учиться в школах. Дети пошли в детские сады. И надо полагать, что они точно так же контактируют в детских садах, равно как и в детских игровых комнатах. Поэтому было бы логично, если открывать детские сады и школы, открывать эти игровые комнаты. Что касается эпидемиологической ситуации в регионе, с начала пандемии зарегистрировано 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 311 человек полностью излечились от заболевания. Три скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находится один пациент с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечения получают 10 человек. С 16 сентября учеников 4-й городской школы временно перевели на дистанционное обучение. Что касается учеников школы номер один, которые временно обучаются в здании 4-й школы, в четверг 17 сентября и в пятницу 18 сентября дети будут заниматься в дистанционном формате. Тема продолжающейся пандемии COVID-19 не дает повод забывать о гриппе, который порой бывает не менее опасен и может нанести серьезный урон здоровью. Как правило, уровень заболеваемости им повышается именно осенью. О профилактических мерах, то есть о вакцинации, говорили на губернаторской планерке. Исполняющий обязанности руководителя окружного департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Вячеслав Сойко проинформировал, что к проведению вакцинации против гриппа в регионе приступили 10 дней назад. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный в ответ на это подчеркнул, что прививочной кампании необходимо уделить особое внимание. Считаю это очень важно, как и то, что необходимо безусловно вакцинироваться от гриппа и ОРВИ, потому что по мнению медиков, которые изучают все эти эпидемии, если совпадет грипп и ковид, то это будет очень тяжелое течение. Если мы хотя бы сейчас вакцинируемся от гриппа, мы в любом случае облегчаем вот это лечение от ковида. А от ковида никто не застрахован. Глава профильного ведомства добавил, что ведется ежедневный мониторинг вакцинации населения. Губернатор Юрий Бездудный провел первое еженедельное совещание с заместителями и руководителями профильных ведомств в новом статусе. Глава региона сообщил о решениях, принятых им после вступления в должность губернатора и призвал коллег к продуктивной работе. Ольга Русул продолжит тему. Одним из основных вопросов, рассмотренным в ходе еженедельной планерки, стал бюджет Ненецкого округа. Основные поступления произошли за счет налога на имущество – 4,82 миллиарда рублей. Безвозмездных поступлений – 3,06 миллиардов рублей. Доходов в виде доли прибыльной продукции от Харьягинского СРП – 2,49 миллиарда рублей. Налога на прибыль организации – 1,19 миллиарда рублей. Что касается налоговых поступлений, это показатель может измениться. Вчера я провел встречу с исполняющей обязанности налоговой инспекции. И мы как раз обсуждали те поступления, ожидаемые до конца года по налогам. Налоговый в ближайшее время прогноз подготовят. С чем это связано? С тем, что в последнее время были проведены переговоры с целым рядом недропользователей. В частности, это «УКОЛ», это «Башнефтьполюс», это другие компании «Русъедпетра», «Зарубежка». И все они будут сейчас корректировать несколько свои налоговые отчисления. Об исполнении окружного бюджета на еженедельном оперативном совещании сообщила вице-губернатор, руководитель Департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяна Лагвиненко. По состоянию на 14 сентября 2020 года с начала года в окружную казну поступило 12,996 миллиардов рублей, при годовом плане 20,769 миллиардов. Уходы за четвертый квартал не покрывают расходы, даже с учетом выборки всех кредитов, которые мы запланировали и отторговали. Их хватит только на первоочередные расходы. Минимальная сумма финансирования защищенных статей – это зарплата, коммуналка, налоги, стипензии, порядка миллиарда в месяц. И у нас остается еще национальный проект, это 4 миллиарда, которые мы должны с вами профинансировать. Расходы бюджета с начала года составили 14,63 миллиарда, при годовом плане 23,93 миллиарда рублей. Исполнение по расходам составило 61%. Основные расходы пришлись на бюджетные учреждения, социальные выплаты населению, поддержку в форме субсидий юридическим лицам, инвестиции в госсобственность и содержание казенных учреждений округа. Дефицит окружного бюджета составляет 1,64 миллиарда, при годовом плане 3,13 миллиардов рублей. Полагаю, что такой низкий процент освоения на девятом месяце текущего года, он связан прежде всего с тем, что мы получили в середине года 4 миллиарда дополнительных на Усинскую дорогу. Государственный долг по состоянию на 14 сентября 2020 года составляет 2,34 миллиарда рублей. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Строительство новых школ, в частности в поселках Нельминос и Искателей, еще одна тема, поднятая на еженедельной планерке при губернаторе региона. Так стало известно, что проектно-сметная документация на строительство школы в поселке Искателей готова к отправке на государственную экспертизу. О процессе подготовки к строительству нового здания школы в поселке Искателей доложил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа Павел Масюков. В настоящее время подрядчик по проектированию и строительству нового здания школы получает дополнительные технические условия. По школе Нельминос и Торги именно конкурс объявлен. По школе в поселке Искателей сейчас получаются последние технические условия подрядчикам и они направляются на уже получение экспертизы проекта. В настоящее время Искательская школа располагается в двух смежных зданиях. Одноэтажная часть постройки, в которой сейчас занимаются ученики начальных классов, была введена в эксплуатацию еще в 1975 году. Глава Ненецкого округа напомнил, что после ввода в эксплуатацию школы номер 3 в микрорайоне авиаторов Искательская школа становится главным социальным объектом для округа и выполнение работ будет под особым контролем. Действительно, школа в Искателях, это, ну, после третьей школы, после введения объекта третья школа, школа в Искателях становится главным социальным нашим объектом. Чтобы мы палки в колеса не вставляли, тех условия не успели выдать или выдали их заведомо невыполнимые, чтобы вот такого рода препятствий у нас не возникало. Контракт на проектирование и строительство школы на 860 мест в поселке Искатели был заключен в середине прошлого года. Объект будет построен в районе улицы Нефтяников на земельных участках общей площадью 22 600 квадратных метров. Проектом предусмотрены этапы производства работ с учетом сохранения непрерывного учебного процесса. По условиям контракта работы по строительству школы должны быть завершены не позднее июля 2022 года. Ученики третьей школы в микрорайоне авиаторов осваиваются в новом месте. Масштаб здания поражает. Просторные кабинеты, спортивные залы, помещения для проведения активного досуга. Как ученики и учителя обживаются в новой школе, выяснила Ольга Русл. Уроки географии в шестом классе вместе с преподавателем Еленой Тютюниковой ребята изучают новую тему. Образовательный процесс в современном здании проходит плодотворнее, считает педагог. Для нас радость огромная, что у нас у каждого педагога есть свой кабинет. Мы не работаем две смены, это очень здорово. Мы можем посвятить время ребятам после учебных занятий, когда снимется определенные меры, связанные с коронавирусом. Ну а так у нас, конечно, оборудовано, у каждого педагога будет свой компьютер, у нас будет принтер, у нас интерактивные доски. Поэтому, конечно, школа оснащена и кабинеты оснащены всей последней техникой, которую можно просто позавидовать другим школам. Все, от первой смены у вас сразу нет? Да! Учитель начальных классов Ольга Шибаева также уверена, что новая школа будет стимулировать учеников к хорошей успеваемости, а учителей к еще более качественному труду. Это такое подспорье, когда учителю работать легче, потому что есть все под рукой. И доска очень хорошая, и компьютер современный новый, и принтеры нам поставили. Это все, конечно, на переменке, после уроков. Мы теперь имеем право посидеть в своем кабинете, приготовиться к следующему уроку. Все делаем в классе. Теперь, приходя домой, мы мамы, жены, бабушки и так далее. Подопечные Ольги Шибаевой за две недели практически освоились в огромном здании. Семь отличается этот класс от того, который был в старой школе? Да. А чем отличается? Ну, что он большой, просторный. Рома говорит, что уже самостоятельно ориентируется в новой школе без посторонней помощи. Всего в школе открылись 30 классов, в том числе 5 первых. Порог нового здания переступили 694 ученика. И все они без исключения под впечатлением от новой школы. Еще одна достопримечательность новой школы – столовая. Нравится тебе новая столовая? Да, нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Класс. Кушать. Столовая дает кашу, суп. Что тебе нравится в столовой? Столы, стулья. Ну и еда. Мне нравится здесь каша, ну вся разная еда. А отличается то, что тут столы маленькие, а там побольше. Прямо все там в старые помещались. Ну тебе тут больше нравится? Да. Отдельного внимания заслуживают просторные школьные коридоры. Очень большое и очень много места. То есть для каждого есть место для отдыха. То есть можно где-то посидеть на мягких сиденьях, не просто скамейках. Также тут мне понравились эти панорамные окна. Это очень красивый вид на город, на центр города. И очень приятно смотреть и приходить в школу. Проводить в них время одно удовольствие. Мягкие диваны и уголки, в которых можно уединиться, например, чтобы подготовиться к предстоящему уроку. Из такого маленького здания, где у нас там была такая семейная домашняя обстановка, попасть в такой, скажем так, школьный город. Потому что наша школа состоит из двух главных корпусов. Это корпус начальной школы, корпус старшей школы. У нас корпус спортзал и актовый зал. Это старшая школа и столовая, и спортзал, начальная школа. Они все соединены теплыми коридорами. Поэтому это такой большой город, мегаполис, можно так сказать, школьный, да, в котором как и нам, так и детям пока еще очень сложно ориентироваться. Но у нас есть уже навигация. Поэтому достаточно пока первое время детки у нас немножечко путались, да. Но сейчас все вошло в свое русло, и буквально через 2-3 дня все уже хорошо, спокойно ориентируются. Ожидают открытие, актовый зал, зал для занятий хореографией. Ну, наверное, для нашей школы и вообще для школы, да, у нас в округе это большая редкость, когда у нас есть такой хореографический зал, который полностью у нас оснащен. У нас есть танки двух размеров, которые, где, вот, первая у нас высота 75 сантиметров, где у нас могут ребятки начальной школы заниматься, да, и метр 10, ребята, которые постарше. То есть, ну, в этом зале, естественно, так как у нас есть массовые мероприятия, дай бог, что нам скоро разрешат их проводить, и мы планируем в этом зале заниматься с детьми танцами. То есть те номера танцевальные, которые мы будем готовить, первоначально все будет здесь. Впечатляет и система контроля и безопасности в школе. Сразу на входе в здание расположены турникеты. С сегодняшнего дня зайти в школу можно только при наличии специального ключа-таблетки. На входе теперь не просто сытохранник, там, как-то контролируют это, а еще стоят турникеты, чтобы отслеживать, кто опаздывает, кто приходит вовремя. Нравится то, что... Нет. Ученики и педагоги третьей школы только обживаются в новом здании. Не все помещения еще обустроены до конца. Это тема для следующих репортажей. Вообще у нас сейчас такой еще идет период. Как знаете, вот мы должны, наверное, обжиться в этом здании, потому что прошло еще не так много времени. Учителя уже приходят со своими идеями, а как еще можно вот сделать так, так, так. Еще не реализовано до конца то, что планировалось. Вот у нас еще навигация не полностью реализована, но у нас все постепенно, вот сейчас все заканчивается. Но планы, конечно, у нас грандиозные у всех, потому что, конечно, такое новое здание, оно мотивирует не только учеников на хорошую учебу, но и оно мотивирует, конечно, и педагогических работников, педагогический коллектив. Остается добавить участие в материально-техническом оснащении школы приняла компания «Русвет Петра». В рамках соглашения о социально-экономическом развитии региона с администрацией Ненецкого округа на средства недропользователей было приобретено оборудование, мебель и инвентарь для оснащения пищеблока, спортивных залов, медицинского блока, библиотеки, учебных кабинетов, административных кабинетов и иных помещений нового здания школы номер 3. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В субботу 19 сентября в Ненецком округе состоится акция «Всемирный день чистоты» под названием «Сделаем». В рамках акции запланированы волонтерские уборки мусора на природе и во дворах, а также просветительские мероприятия. Стать участником акции может каждый житель Наринмара. Для этого необходимо выбрать для уборки одну из предложенных территорий или определить место самостоятельно. Ну, чтобы поучаствовать в акции, можно позвонить по телефону и зарегистрироваться 601-88. Это ресурсный центр добровольчества НАО. Необходимо это для того, чтобы мы знали, сколько человек будет принимать в этой акции, а также все участники получат электронные сертификаты за участие в этой акции экологической. На данный момент заявки на участие в экологической акции подали уже 200 жителей города и 15 организаций. Акцент делается на природные территории – леса, поляны, берега водоемов. При сборе мусора предусмотрен раздельный сбор отходов там, где это возможно. После субботника будет организован вывоз мусора. У нас определены уже места сбора, а это не обязательно. То есть каждый житель может в своем микрорайоне почистить, убраться, собрать мусор. Если где-то возможно, лучше сделать раздельный сбор отходов. То есть ввести не все на свалку, на полигон отходов, а на переработку в дальнейшем за пределы нашего региона. Вот как делает наш фонд, мы занимаемся как раз экологическим проектом раздельный сбор отходов. То есть и макулатуру можно сдать, и пластик можно сдать, и батарейки можно сдать. Цель волонтерской гражданской акции – объединить общество в одну команду для очистки природы и городских территорий от мусора и сохранения чистоты. Организатором акции выступает некоммерческая организация «Фонд экоразвития НАО», а также ресурсный центр добровольчества Ненецкого округа. В микрорайоне Сахалин подвели итоги конкурса «Золотая осень». В этом году в украшении своих дворов приняли участие жители девяти частных домов поселка. Подробнее расскажет Александра Литкова. В теплицах дозревают овощи, на грядках зелень, а в клумбах разнообразные цветы. Так выглядит практически каждый двор в поселке Сахалин. Лидия Федько принимать участие в конкурсе «Золотая осень» не собиралась. Говорит, украшает свой двор ежегодно для того, чтобы радовать глаз. Я просто сажаю то, что я сажаю каждый год. Цветы, укроп, лук, редис, картошки, естественно, земляника. Основная задача конкурса «Золотая осень» – найти самые красивые дворы в поселке и поощрить неравнодушных жителей, силами которых в летний период создается красота и уют при домовой территории. Комиссия оценивала, значит, обращала внимание, во-первых, на чистую двора, на ухоженность дома, как дом выглядит, у кого-то весь всё завалено, дальше на цветочки, как рассажены, то, что, какие цветочки. К слову, комиссия состояла из самих жителей поселка Сахалин. Поэтому выбирать самую красивую придомовую территорию было довольно-таки сложно. Буквально на днях комиссия прошла по поселку, по домам, которые были заявлены в списке. Значит, и решила, что так как много хороших подворий, решила, что надо дать два первых места, два вторых и два третьих, а также поблагодарить всех за участие. Одной из лучших придомовых территорий признан двор Николая Сухопарова. У меня супруга любит вот цветочки всякие, попросила сделать парнички, клумбы, вот я клумбы сделал, и она начала высаживать. Но она тоже занимается уже этим не первый год, так что у неё бывает нормально, хорошо получается вот это, цветы у неё, это её на радость. Итоги конкурса подведены. Почётными грамотами, благодарностями, призами и сувенирами будут награждены все участники конкурса 2 октября. Александра Литкова, Владислав Ткачёв, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...